всем здорово господа и дамы это вас в киллер как я вижу поскольку хюрья начал нежданчиком никого и нету значит берлин мы посмотрим сами без вас так потихонечку является здорово вас здорово ну подтягивайте потихонечку да слава богу за все во всем привет ребятишки рамиль парфюмер дров на 6 часов пока будем ехать смотрите пока хватит эфира на то и будем болтать дела нормально здорово-здорово все ребятки так вам тоже здравия короче давай сейчас переключаю камеру вот так у нас здесь берлин это не здорово-здорово привет ребятки снимаю маски так что-то подсказываешь потихонечку поехали посмотрим на вечерний берлин потому что пацаны ну пока еще не так уж темно хотя уже тоже темнеет давайте попробуем вместе ехать как раз посмотрите как он выглядит берлин берлин городок на удивление засранный отвратительный набитый ну вот всем самым плохим что было в разных арабских странах то есть ничего хорошего в этом нет так молодец потихонечку поехали да 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 потихонечку все правильно и рок разгоняться не будем что из хорошего вообще есть в германии в берлине по крайней мере как вы видите вон там он справа это велосипедные дорожки велосипедов здесь очень много вот смотрите какая тетя колоритная смотрите на автомобиль на этом на мотоцикле то есть вот это жирно жопая это тетя здесь висело зеркало я его снял чтобы было вам лучше видно ну к сожалению вот тетя не очень хорошо видна так пиво и колбаски в германии да да вот жертва пиво и колбасок смотрите бля вот сейчас она по его поехали догоним ее жертву пиво и колбасок сразу какие это он решил наверное со мной заехать да что-то просто желание особого нету какое-то состояние очень спокойное рассчитанное состояние на на три часа где-то дороги и на общение с вами мои дорогие а вот этот вот дурак который пытается со мной заехать ну это смотрите тоже можно устроить прям голосование то есть я прям голосую что в зайчику возьмешь от вас любого светофора можем попробовать скакун видели как дернулся давай-ой нет не может быть вот тетя жирненько жирненько жопа толстенько она на мотоцикле ездит и на велосипедах здесь такие же так с ребенком никаких гонок блять это он опять что ли да чё тебе надо арабской ебало твое так не стартуй с ребенком так чё дай ему да сейчас можем так 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 все хотят да ну мы сейчас дождем курить не тянет знаете сегодня вот хотелось курить а так что-то все это время не особо да здорово земляк где бабайку уронили в каком смысле уронили а с это как называется с рукой то так это бабайка сам решил как это называется в польше такая же фигня дешевая еда толстые жопы знаешь я бы не сказал хотя конечно толстых жоп там тоже хватает но с другой стороны здесь с поляки зато все стероидные эти стероидные свинюшки а здесь даже и стероида то они но не занимаются короче сегодня какой-то хрен не знаю похожий я даже не знаю на кого такой с голым торсом ходил видимо потому что он думает что он здоровый на фоне остальных каких-то вот но действительно хомяков прям вон он вон он поехал смотрите летчик самолетчик смотри руд дурачок как это делается давай попрыгай вот сейчас стартану вон там где-то в зеркале заднего обзора а вот и тетя он наверно просто не понимая да ну кому он навязывает вот этот вот как называется сейчас сделаем ему до цикла его да нет не надо отключать тетя мотя вот так вот ребята это делается да ладно ты смотри дождалась светофора смотри тетя держитесь затем держите даже тетя как ребенка я сделаю сейчас направо дальше хорошо очень мало мотоциклов которые могут поспорить с этой машиной давай пропущу тебя пропущу давай поедешь я же сам теперь мотоцик лист сколько сил 500 чем-то это стеж 2 плюс и замена шкивов нормально поливает конечно о скотт здорово братан так тетя мотя ты как малолетний дурачок так я и есть малолетний дурачок так короче стою на очереди на границе в одну европейскую страну вокруг одни немецкие авто но авто сидят одни черненькие такое ощущение что арабы оккупировали всю европу о чарльз бронсон здорово-здорово да а чё ты уже едешь или чё ну-ка дай-ка обратную связь а вот этот вот немец да теперь налево пошел он да здорово араб даже в сторону мая не поворачивается личка отвернул с понтом только что он не выпендривался там через все полоски а потом не терялся в зеркалах заднего обзора потому что зеркала у меня только боковые обычное зеркало заднего обзора как я уже говорил я снял чтобы вам было виднее вот вместо него вы видите вот эту вот херню так банджорно банджорно сайгон вечер добрый взаимно салам из сургута да так давай в москву тебя тут ребятки из собра ждут ванечка что же за безобразные у тебя какие-то ребята из собра меня ждут зачем они меня ждут сколько их там чё они хотят если поговорить пускай между собой разговаривают а так влад уже написал мы вас не вызывали вас мы вызывали проституток но вас вызывали нас говорят они вызывали ваши соседи и люди которым вы не нравитесь ну вот они вас пускай и ебут вот такой вот ответ на это обычно так сколько сил сказал что за аппарат аудио 7 скромненько так салам из сургута в алейкум салам да еду молодец нормально едет то чарльз только что поменяли мотор вообще что-то с машинами мне не везет дай бог что они но не с этой с рыженькой рыженька хороша так вернее стою в очереди в хунгаре вас как объяснить что разных людей разные боги я думаю что это все не совсем так я думаю что просто люди сами по себе разные по разному они от но отображают себе бога арабы чертят в европе особенно те кто мусорами трудятся а чё тут есть такие которые мусорами трудятся арабы честно говоря не видел вот только сегодня думал да потому что все таки мусора такой нацизм какой-то ну проповедую тут нет нет вот такое и в отношении русских в отношении украинцев в отношении прибалтий в отношении арабов и вот я думаю тоже потому что здесь мусоратов очень много кто трудится мусорами пидорасы и лесбиянки представляете то есть ну фактически в германии точно так ну поехали поехали что-то там подсигналиваешь что вася так так приветствую из минского привет только что с белорусами общались подкнокали мне замечательнейший велик замечательнейший карбоновый велик смотри твоя стрим с огромным удовольствием благодарствую спасибо я рад что у меня смотрите так из красноярска васкилер салам отличный рыжик о рыжик вообще рыжик лучший не то что отличный цвет да цвет кайф жалко сейчас будет темновато уже наверное да но в принципе здесь особо смотреть нечего вот ребят кто не был никогда в берлине и кто вообще вот кого но парит за европой что вот в европу вот там видите ли они на дороге сейчас он только что как перестраиваться друг перед другом они здесь тоже кстати говоря года два назад как чем больше стало арабов за рулем до этого они обезьяны водить не умели да а тут научились водить тут честно говоря мне очень нравилось раньше как германцы водят машину мне немного в них нравится но вот четкость выполнение действий и но и канал экономность в затратах и так далее то есть техническая какая-то страна вопросов германцев мне всегда нравилось то есть и мне всегда не нравилось их ебучий нацизм осознание полное свое превосходство ненависть ко всем чужеродцам и превосходство вообще непонятно с чего они взяли это и пидерастия пидерастия у них вообще сексуальное извращение это просто нечто то есть немцы это те кто в первую очередь мне кажется себе пин 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 пихают хомяков в жопы ну и и совершают в разные подобные очень лифт очень не нелицеприятные действия со своими жопами ртами и с чужими тоже так при этой дверьницы взаимно почему ты веришь христианство китайцы да сизмом которые свои боги так стрим зависает плохо привет анонимус так чё у нас они типа а типа вот так вот надо сделать ну ладно срать мы хотели на вас и на ваши правила но может закончить это конечно отчеток слушай мы поехали я не понял тут со светофорами кстати говоря вот вопрос но если успеем доехать увидите здесь ремонт и поэтому вообще не понятно что мы фактически сейчас едем по встречке даже видно по разметке вот никаких знаков особо упреждающих не ну так вот про германцев и вот сих пор как появились на дороге арабы все становится очень очень но не айс все становится очень не айс левую полосу занимают всякие уроды поехали дочь давидович приседал такая клоунада да я не сомневаюсь что это клоунада кстати вот это такое упражнение которое проще всего разогнать то есть но приседать можно проще всего разогнаться по себе знаю ненавижу приседать если честно ну кто занимается спортом те знают да то есть до 1000 приседаний сделать вообще такое большое большого труда нет я делал 1000 наклонов то есть гораздо более ну гораздо более так сказать луну полезное занятие для организма то есть 1000 наклонов разгоняется моментом то же самое и с 1000 приседаний в принципе это никакая не ну не сверх сложная задача но в отношении одного жирного чучела наверное тоже сложновато и поэтому я вот хотел посмотреть но вот как видели наверно в телеграме опубликовал я только вбил три первых буквы дав и мне сразу же выдала давидович петух давидовича изнасиловали и давай поженимся вот три самых популярных запросов ну поскольку я и так знаю кто он да то есть я особо не заинтересовался никаких видео мне в гугле заблокированным не дало и все то что я понял о видео с давидовичем что там как-то все очень не совсем прямой эфир да но как бы это тоже я судить не буду отжался он там даже если он отожмется действительно я же уже говорил те заявленные все вещи для меня лично это ничего не меняет то есть изначально из того что я допустим говорил про этого жирного бурдюка вопрос стоял далеко не в том чтобы вообще отдельная тема вот ладно так пока стоим давай посмотрим чего там пишите так псевдоним вас привет как дела привет привет так с мурманска тоже сперми да ну попробуй приседание со штангой зачем мне приседание со штангой во первых приседание очень сильно но в растит требуху то есть те кто приседает они обязательно должны делать привет знаете это потому что от приседания очень здорово растягивается брюшина а это хероватенько так что насчет скама а сейчас поговорим здравствуйте здравствуйте украинен из нотка хол привет из набережных челнов интересный стрим смотрю теперь постоянно набережных челнов кстати один товарищ может тоже из набережных челнов которые в свое время по 126 сидел это одно из самых громких дел в татарстане они украли там сына какого-то начальника предприятия и они были одними из очень-очень немногих кто не убил а похищенного и они были единственные кто не убил похищенного еще умудрился мусоров обвести вокруг пальца забрать но пасаран так приседание со штангой повышают тестостерон в крови это база только я не люблю приседать так тем тем более сразу приседание их там тоже по идее насколько я помню из базовых всех этих вещей то есть но база естественно да все мы знаем дать все же здесь не детишки хоть когда занимались спортом в основном то есть база это получается жим лежа это получается становая тяга и это получается скажите мне еще раз приседания и вот приседания для того чтобы это как-то было с каким-то нормальным 8 ну кпд приседания и вообще упражнения на ноги делаются насколько я понимаю не по стандартной схеме по 8 а как раз 20 это во-первых во вторых раскачивать ноги для человека который допустим на лед вот как я раньше бил да нам ногами для меня это было важно раскачивать ноги это очень тяжело потому что вам надо будет вот эти жирные ноги свои ну как жирные здоровые да там вот это мясо вам все будет надо насыщать кровью это очень большая проблема очень мало таких людей у которых изрядная масса ног и объемы и которые этими ногами но хорошо лупят посмотрите просто на сложение именитых каких-то бойцов даже на того же федю или сани емельяненко и вы поймете что ну качать ноги это такое себе и вот у меня тоже никогда такого желания не было они у меня сбиваются мне становится некомфортно и но мне не нравится это кроме того ну из-за генетики у меня не такие уж огромные икры не тоже не такие вообще у меня икры не качаются такое генетическое и получается что если у меня качаются ноги то у меня вот эти ляки очень быстро растут а икры то нет и для того чтобы взорвать икры это не значит надо сделать то есть в основном люди которые там пытаются построить свое тело что по моему по мне вот честно говоря лично по мне это что-то ограничен спидорством ребят то есть это никакой не спорт я вот ну мое мнение да то можете со мной не соглашаться это ваше дело вот мое мнение для меня лично так но что само по себе вот то что вот эти поляки делают допустим то есть докачаются до каких-то размеров и ходят по улице на мой взгляд это что-то попахивает пидорством да то есть это просто строение своего тела никакой функциональной нагрузки ничего то есть тебе просто надо больше жрать тебе надо больше что-то употреблять ты быстрее выдыхаешься нагружаешь свое сердце непонятно зачем это вообще надо так ну и спорта ноги необходимы только в хоккей ну да хоккей это немножко не мой вид спорта так тест растет а анаэробных тренировок гири это как не ну какой тест ребуха ты имеешь ввиду жир так от гири тоже ничего не растет я знаю человека который второй в мире в мире 2 среди в своем весе присутствует вот этот киднепер да челнинский он меня поправит есть такой человек валера шпак хорош спортсмен хороший человек очень упрямый очень принципиальный и когда он сидел в лагере он открыл для себя новый вид спорта а именно гирю и он стал вторым в мире вторым в мире по поднятию гири в своем возрасте в своем весе он был прям худенький такой как был он и есть худенький подтянутый очень резкий жесткий боксом тоже занимался хороший парень хороший парень я вот только плохой боксер я узнаете такой был тип которому вот надо обязательно доказать что-то свое это альфа лидерство да это с ним таз спарринговаться только ну давай да по спаррингуемся и у меня сразу же начинается долго тут у меня убить хочешь да там не хочу я стал больше хорошего то есть я не на технику там а просто на то чтобы доказать тем более первый человек приехал мне ну есть какие-то вещи из-за которой немного стыдно вот за это в том числе да то есть а мог бы ну на нормально поставить руками ударку который у меня по сути руками то ну так себе да так чё-то на только натуралка бла-бла-бла я сейчас пересажу ну сделаю рокировку совсем на пассажирское сидение и буду с вами болтать более так сказать ну по сути да чтобы не было такого что я отвлекаюсь на дорогу или скажем не читаю сообщения а я многие вот сейчас не читаю вы должны меня извинить потому что одновременно ехать говорите еще читать сообщения все-таки юлий цезарь сами помните да как кончил брут и ты то есть он закололи там двадцатью двумя кинжалами одновременно привет народ тебе тоже привет биг-бак центр о ярик как же я рад тебя видеть жалко что никак не приедешь да и кости тоже обещал обещал так у вас хотел тебя поинтересоваться за скам а почему крысячит некоторые пг живут за счет этого разводят буржуев насколько я знаю порядочные люди поехали короче давайте за скам раз уж эта тема сегодняшнего стрима и скакать мы сильно не будем и так скам вот недавно буквально на днях на канале у моего теперь можно так сказать товарища сергей павлович я тоже давал ему интервью у нас вышло там два выпуска четыре часа текста и что с той поры просто пошло знаменитое вот это вот а давидычи вот этот кусок интервью это как раз фрагмент этого ну как раз вот этого интервью с серёгой павловичем недавно у серёги павловича кстати рекомендую канал есть ну что мне просто хотел сплошет как думаешь может такой быть нет не может он есть а ты не можешь отключиться хотя будет дальше так а вот все возобновился не надо не паришься так стрим прерывается постоянно ребят давайте я вам вот доскам еще раз ну прям вот почти пиздец пожалуюсь да короче вай-фай и вообще берлин германия вот это вот замечательная технологичная страна да я ее все топтал до база многосуставное упражнение ребят база это базовое упражнение база обычно называют базовое упражнение но как может быть со многосуставным база это большой вес на определенное количество подходов и раз ну насколько меня там учили по классике да может сейчас как-то все по-другому я не знаю вот база это базовое упражнение то есть это те упражнения от которых растет в целом в мышечной массы от которых вообще ну которые в целом создают так сказать базу основу это упражнение на спину это становая тяга это упражнение на грудь это жим лежа классический жим лежа без всяких этих как называется вот этих вот на наклонной скамье и так далее то есть это лежа на скамье направо нет 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 лежа на скамье берешь максимальный висок и спокойненько себе его тягаешь 5 по 8 есть задача выполнить но многие делают и лифтерские упражнения для того чтобы взорваться да там кладут там максимальный вес и на два на три раза его вытягивают да но это такая чисто чисто лифтинг то есть и кстати это вот пауэрлифтинг это вот скорее спорт чем бодибилдинг потому что бодибилдинг это чистой воды построение своего тела это потом выпендривание на подиумах и вообще ну и вообще вот этот красование да так вот по поводу давайте интернета в германии германсы они на редкость гостеприимный я их рот топтал они тут ни на одной заправке нельзя тут ни на одной заправке нет интернета вай-фая нет на заправках представляете и то есть когда ты спрашиваешь об этом на тебя смотрят с такой ненавистью как будто сука вернулся 45 год и ты сюда пришел не внеса по себе доброжелательные тратить их деньги и вообще повышать экономику а пришел здесь насиловать их женщин матерей там и так далее в составе танковой бригады вот такие и гостеприимные никакую карту не можно купить это исходя просто абсурд исходя из смысла то есть карты есть они там на них написано что вот пожалуйста там полтора гигабайта или сколько вот так на которой сейчас я еду на 12 аж гигабайт это ее купили здесь у арабов да а вот те которые здесь официально продаются и вообще вот если не посвященный человек хрен ты вообще когда получишь интернет то есть те в кафе то могут отказать да просто на твою рожу посмотрев даже ты узкий или там ну не знаю другой национальности чем они и причем эти арабы то тоже себя мнят уже германцами и такая же у них как сказать пафоса вот это вот целая гора и всего остального ну так вот но интернета здесь практически нет то есть я несколько раз попадал такие ситуации что меня google выбивал то есть если я в польше где-то вот сегодня даже чего далеко ходить я сегодня в польше забил маршрут в гугле а потом потом все потом то есть как границу пересекаешь то есть до берлина больше нет ни одной не единые возможности вбить себе ну по дороге если ты едешь по автобану вот поэтому которым мы сейчас едем по федеральной трассе невозможно то есть интернет у тебя гарантированно не будет понимаете вот так вот это работает если назвать работает можно вообще а сейчас у меня есть польский интернет и я надеюсь что мы доедем до границы а потом уже мы с вами как это сказать потом уже мы с вами будем на польском интернете ехать ну так вот поехали за скам да пока ничего не села пока есть возможность разговаривать я пока что планшета беру интернет у меня но вишу на вай фай на как называется народ ну как на модеме на модеме пишу использую устройство использую устройство в качестве модема вот то что плохой интернет ребят в европе везде интернет говенный за исключением румынии за исключением болгария и вот россии белоруссии вот эти все германии франции испания это не интернета слезы ну так поехали за скам в общем тут кто то мне написал что есть даже какие-то целые преступные группировки которые специализируются на скаме давайте разберемся что такое скам может быть я не вполне ясно понимаю а себе это определение в общем насколько я понимаю скам это создание фейковых аккаунтов еще и в даркнете к прервалось потому что мы ехали в тоннеле извиняюсь все ребят мы проезжали несколько тоннелей и поэтому связь слагает а может быть и глушители гонит включается проверялки я говорю фашисты это те еще мрази не знаю кому кто здесь дрочит на германию кому так она нравится то есть для меня прям вот отвратно я стараюсь каждый раз выезжать отсюда впрочем кстати говоря о коммерческой рекламы в данный момент есть такая группа людей проверенных людей которые готовы меня в качестве гаранта использовать для работы за границей для работы непосредственно в германии и в принципе если человек действительно хочет работать а среди моих зрителей я как понимаю такие все таки есть которые не особо хотят в преступность но хотят работать и желательно работать в европе такая возможность сейчас есть людей гарантированно могут трудоустроить в одной из самых так сказать законопослушных земель германии и с точки зрения закона с точки зрения социальных гарантий с точки зрения выплаты зарплат с точки зрения обеспечения работой пожалуйста то есть постоянный спрос есть это так сказать hr агентства только в отличие от многих других от большинства других hr агентств люди работ готовы работать через гарант то есть такого не будет как многие делают тащат болгар или белорусов или украинцев или россиян и на кино и здесь их тупо кидают то есть я буду являться гарантом того что вас не кидут поэтому если вы хотите то я думаю что даже систематизируем это и вполне вы можете обращаться ко мне я помню ваши просьбы все я тоже какие-то вещи запоминаю и пытаюсь претворить жизнь ну ладно поговорим таки об носками так вот насколько я понимаю ска это такой род деятельности который связан с шантажом вымогательством в основном черных и серых схем фонс шантажом в основном черных и серых деятелей а также связан с созданием фейковых аккаунт если я все правильно понимаю то есть ну по крайней мере со слов того человека если можно назвать крысу таким именем человек который был интервью у сергей павловича и который говорит да нет ну самая нормальная тема такой лог никогда не вымрет это автовазы в ебучие из-за вас прошу прощения при ребенке сука даже слов не хватает из-за вас мрак ребят не помочь из залу потому у меня внизу тут вообще что такое еще погодить я внизу какие-то иконки появились этот интернет конечно в германии просто говно не знаю видите меня слышите короче давайте я прервусь так придется в записи ёбаные немцы это вы видели сейчас я попробую на парковке и посмотреть что произошло поэтому почти симпатичная что мусора все это не прям количество количество есть несчастных